Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не поставит, будет сосать. Окей. О, я понял. Эй, не смотри на меня. Твою мать, мне весь монитор заняла. Я кому говорю? Сука, она меня сейчас съест. Что? Ах, да. Теперь я в центре твоего внимания. Это пиздео. Значит, что? Лайк сразу ставим? Шо, другаль, хочешь узнать, как там дела в Китае с коронавирусом? Хочешь посмотреть, как он убил мир? Так вот, зайди на канал Холистан. Ссылка в описании. Тебе подписание. Всем подписание. Слушай, я подписчик. Я подписан, да? Все дела. Мы можем увидеть здесь, в этом видео, как Холистан. У него тут охрененный дискэмер, кстати, стильный. Как он играет в... Так, я забыл наушники подключить. В общем, слушай, он играет... Он в этом китайском... Это типичный китайский комбез противовирусный. Тут просто пластырь осталось нацепить и будет заебума. Я вот тоже играл в плейгинг. Советую. Игра в пушка сейчас продается по акции в честь коронавируса. Ссылка на коронавирус в описании. Ой, то есть на Холистанце в описании. Эрлики. Вы эту игру знаете? Вы ее видели? Она, если что, бесплатная. Вышла буквально минут 20 назад. Я записывал доки. Вышла эта игра. Называется Моя Эра. Или Эра Милых Вещей. И мне писали даже разработчики этой игры. Хотя и так за ним писали, что эта игра может быть интересна моим зрителям. И я им сказал, что он, типа, и так и так бы поиграл. И они просили, собственно, им сказать, если я поиграю. И привет разработчикам. Игра бесплатная. Еще раз, я увидел, что есть чуваки, которые подписаны на меня и, типа, ну, желают эту игру. И вроде она выглядит интересно, судя по картинкам. То есть это типичная лоль. Это, ну, типа, красивая телка. Это еще телки. Правда, графика кажется такой более, как вам сказать, лайтовый, что ли. Я люблю больше графику в стиле лето или доки. Но ладно. Нет, я не против. как бы графики здесь. Ну, давайте поиграем и посмотрим вообще. Игра выглядит обещающе. Окей? То есть, наверное, из всех новелл, которые я знаю, это русская новелла, во-первых. Во-вторых, она выглядит обещающе. Это работа фикции. Слушай, я русский язык выбыл. Это что за... Comfy Company. То есть, ну, как я понимаю, это все, это русские делали же, да? Content. Мою эра. Слушай, красиво. Не, ну, красиво. Как будто мы в раю. Хочу что-то сказать, но первая мысль, вот я вижу, что там олени. Если бы это был Red Dead Redemption 2, я бы их застрелил и продал бы их шкуру Крипсу. Новая игра. Укажите имя для вашего персонажа в игре. Эх, как бы назвать персонажа? Потому что как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Я назвал персонажа дурак. Ну, потому что, знаешь, типичный герой такой новеллы, он дурачок. Ну, надо было вообще дурачок назвать. Ну, ладно, дурак. Может было холоп. Вот, холоп надо было назвать. Ля. Так. Ой. Ну, ой. Ну, зато ты обратил на меня внимание. Слушай, ну, тяжело не обратить внимание, когда сзади тебя фон идет. Такой вот мы в космосе летаем. Слушай, Альфа Центавра позади. Внимания у людей надолго не хватает, так что... Давай сразу к делу. Видишь ли, дурак, считается, что... Твою мать, она меня обосрала в самом начале игры. Большая часть людей так ничего и не добьется. Жестко, но очень мотивирует. Это лишь тот цитат из игры прошлого лета. Ну, ты же не такой, как все, верно? О, я не такой. Я фопу лазю рукой, если честно. Я не такой, ребят. Ля. Да, дурак, почему бы тебе не рассказать нам... О чем вообще твоя жизнь? О чем моя жизнь? О ютубе. Я ютубер. Тут все понятно. Мне не терпится узнать больше. Мне кажется, тебе пихуй. Боже мой, звучит так фальшиво. Я понял, то есть ей на меня рили пихуй. Посмотрите на это лицо. Фальш, фальш, фальш. Фальш. Ей на меня насрать, ей похуй. Понимаешь, ей тупо рили пихуй. Актер из меня... Актер из меня не очень. Вот, мне кажется, ей явно есть дело. И это, давай сразу к делу. Дурак, нам очень нужна твоя помощь. Вы что, вы хотите, как Моника, сбежать в реальный мир? Сорян, с этим я не помогу. Я не программист. Сейчас ты сам увидишь, что ситуация непростая. Смотри, дурак. Это история твоей жизни. Ну, пустая, да. Как-то пусто не находишь. Ну да, что-то скучновато. Но мне кажется, это история жизни большинства людей, да. То есть, типа, я уверен, большинство из вас примерно так же. Хотя... Хотя нет. Хотя не знаю. Слушайте, напишите, у кого история жизни примерно такая же. Похоже, все, что в ней было, мы потеряли. У нас тут столько разных историй, за всем и не уследишь. Но я ведь не просто так сказала, похоже. Видишь ли, есть и другое объяснение этой пустоте. Если жизнь лишь на всякого смысла, то и писать не о чем. Что-то очень депрессивная игра. Слушайте, авторы, а вы не боитесь, что кто-то начнет выиграть в эту игру? И после этого, ну, типа, депрессия и все, конец. У меня уже есть такой страх. Но я не уверен, что это твой случай. Правда? Лео, у нее такой... Правда. Ну, да, это правда. Очень необычный подход к рассказу, на самом деле. То есть, игра прям сразу зацепила, потому что, типа, все девки в игре тебя обсирают. И говорят... Ну, кроме самой первой, наверное. Ясно, местная нацука. Нано. Даже имя начинается, как у нацуки, на букву Н, да. Даже буква А есть. Нацуки, да. В имени нацуки есть буква А и буква Н. И здесь тоже присутствует Н и А. Да. Да не его это случай. Ясно же. Это мы во всем виноваты. Хорошо, что еще можно все исправить. Ты бы мог просто рассказать нам о своей жизни. Ну, как мы поймем? Говоришь ли ты правду? Думаю, лучше просто понаблюдать за тобой. Так мы сможем заполнить все проблемы. Пробелы. Ты что думаешь? Ну, я думаю, я одобряю. Не беспокойся, дурак. Мы не отнимем у тебя много времени. Да и никаких параллельных вселенных или путешествий во времени. То есть, это отсылка на бесконечное лето сейчас была. Нам нужен настоящий ты. Поэтому все наблюдения мы будем проводить в твоей естественной среде обитания. Горбоват звучит, признаюсь, но суть ты понял. То есть, за компьютером, да? За компьютером меня будут изучать. Просто будь собой, дурак. Нам нужны лишь несколько дней, чтобы оставить историю твоей жизни. Взамен я постараюсь сделать эти дни просто волшебными. Обещаю, ты запомнишь их на всю жизнь. Повеселись как следует. Но помня, в жизни очень важно правильно делать выбор. Это кто сказал? Там знаки вопроса были. Так, похоже на доки пока что. Выглядит как доки, только немножко переделанное. Let's learn English. Hello, my name is Евген. Там написано из кен, но будет Евген. I am 27 years old. 27-летний долбоёб. Эй, дурак, ты меня слышишь? Не знаю, что... Сука, кто орёт? Кто кота выпустил? Не знаю, что произошло, но я тут слегка застряло. Иди сюда, сам всё увидишь. Сюда, я здесь. К доске, дурак. А-а-а. Пиздец, у меня кошка-девка застряла в доске, пацаны. Помогите! Надо спасти кошку-девку. Где? Ой, я знаю, как её спасти. Где это? Ну, губка. Я губкой вытру её, и всё, она будет спасена. Хотя, или так я её убью. Слушай, если не приглядываться, может показаться, что она голая, но она одета. Привет, смертный. Или лучше обращаться к тебе по имени. Прости, что я так выгляжу, ничего не могу с этим поделать. По крайней мере, я не могу оживить обстановку. По крайней мере, я могу немного оживить обстановку. Да, вот так-то лучше. Ну, слушай, да, и хорошо, что я держит платье, иначе бы видос пришлось танзурить. Я, кстати, вполне себе живая девушка. Не веришь мне? Вообще-то нет, чувак, ты на доске нарисована. Тогда сейчас я тебе покажу. Так, о. Так-то, я легко могу уходить на двух ногах. Теперь у тебя нет другого выбора, кроме как признать, что я настоящий черек. Слушай, меня немного смущает её надменное лицо. Мне кажется, она хочет дать мне пизды. Возможно, тебя смущают мои ушки и хвост. Да, они есть и что. Я считаю, что это редкая удача. Я очень везучий. Действительно, быть кошка-девкой это редкая удача. Ставь лайк, если ты хочешь кошка-девку. Я думаю, лайков будет много. А ты веришь в удачу, дурак? Надеюсь, что да, она крайне важна. Твоя жизнь сильно зависит от решения, принимаемых тобою. И ты не поверишь, что чтобы принять правильное решение, тебе не обойтись без удачи. Кстати, у меня удачи столько, что я могу даже поделиться. Теперь каждый раз, когда тебе необходимо будет выбирать, просто обернись, и ты сможешь увидеть меня. Не, у меня сзади плакат, и здесь какой-то мужик как бы в противогазе и с автоматом. Так что, я не уверен. Я не уверен. Ну или почти каждый раз. Мне тоже нужен отдых. Я пока попью газировку. Кстати говоря, а что-то я устала. Ну блин, ты, наверное, тоже спала часов шесть. Ты надолго запомнишь эту неделю? Поверь мне. Как знать? Возможно, это начало новой кошачьей эры. Проживи ее со вкусом, хорошо? Ладно, пора нам закругляться. И? Это все? Или еще контент? Го-контент, кста. Контент под... Я одобряю, кста, наличие контента. Я словно очутился в криво повешенной на стену картины. Картини. Кстати, я не пойму, а сюжет-то где? То есть мы пока просто... Сука, я вижу, что декорации жевелятся. Ребята, у меня видеокарта плавится или шо это? Мне немножко... Тяжело на это смотреть, но оно двигается. Оно двигается, а у вас тоже двигается? Интересно, что там в конце этого коридора за поворотом? Мне любопытно и страшно это проверять. Мне покидает ощущение, что за мной кто-то наблюдает, что я здесь не один. Так в чем сюжет игры, я так и не понял. Зачем, кстати, на каждой стене разные обои? Старый игровой автомат сиротливо прижимается к стене. Я решаю подойти к нему. Дали бы выбор, как в квесте. Типа, кликни и... Press X to win. Life Purpose Generator. То есть, типа, генератор выбора смысла жизни. Вот это да. Вот это название. Хопа, 187. Естественно, я сразу же нажимаю на кнопку. Выпадают цифры 187. К чему бы это? Я нажимаю на кнопку еще раз. И сейчас снова будет 187. А нет, 420... 424. Опять ни о чем. Ну, не 228 хотя бы. За изнасилование крупно-рогатого скота. Я вспоминаю, что для выигрыша должны совпать три цифры. Смысл жизни неплохой приз. Я решаю продолжить. К тому же бесплатно, ребят. На дармовщинку и уксусладок. Блядь. Но упадает Терич уже полная ерунда. 0, 0, 2. 3, 1, 3. 0, 0, 2, 3, 1, 3. Форменная не суразица. Я даю автомату последнюю попытку. Это всегда так вот в этих автоматах выпадают... Оу. К моему величайшему удивлению, в всех трех клетках появляются иероглифы. Если я не ошибаюсь, они значат Япония. На японском же языке. Вот такой вот автомат. Ничего не делаешь. А все есть. Цифры, буквы, страны. Перед глазами все плывет. Ясно, сейчас будет телепорт в Японию. Япония, да? Жапан. Вован, жа... Опаньки! Проснись и пой, дурак! Ну, не может мой звонок будильника быть таким приятным. Эй, ты, наконец-то проснулся! Привет, Нана. Мне стало любопытно, не умер ли ты случайно. Слушай, немножко похоже на доки. Любопытно? Я думаю, что ты переживала. Вот еще, переживать ужасная скукотища. Впрочем, с другой стороны... Я даже разволновалась от любопытства, наверное. Разволновалась, думала, что я сдох. Кстати, а от мне интересно, как ты спал в такой неудобной позе? Почему ты не лег на парту? О, расскажи, расскажи, там было что-нибудь неприличное в твоем сне? А я там была? Покраснел, признавайся. Да все было крайне прилично, надо. Вот слушай. Я предсказываю свой сон от пустой истории жизни до волшебного автомата. И в итоге он мне выдал три раза Японии, а потом я проснулся на лекции. Ну и скукотища. Какая еще лекция? У нас уроки. А что до Японии, так ты в ней и находишься. Где еще могли такое придумать? Я про наш удивительный класс. Раз уж речь зашла об удивительных вещах, я тебе сейчас такое покажу. Обзавидуешься мне сразу, как только увидишь. Жди здесь. В нашем классе пять человек, все очень разное. Да, всего лишь пять человек. Как они это называют? Передовая инициативу направлено на продвижение культурного разнообразия, наш класс сформирован совсем недавно. И мы здесь только на один год, так что это больше похоже на обычную программу обмена, но названную красиво. В любом случае у меня есть причина здесь находиться. Я хочу как-то выделиться среди других. Уверен, что весь ажиотаж вокруг этого класса сильно мне поможет. В класс входят еще две так называемые двушки. В итоге я посмотрела все серии Залком за одну ночь. Она что, про очень странные дела? Про Герольта, то есть Ведьмина или про Дракулу? Десять серий подряд? Вот это да! Орлы, вам пока что какая дывчина понравилась? Я жду ваших оценок в комментариях. Если вы не запомнили их имена, можете их описать. Я смотрела по одной каждое утро за завтраком. Я, кстати, тоже так делаю. Бывает по утрам что-то включаю. Я, кстати, долгое время сейчас к утрам не врубаю сериалы. Все как-то вот, ну, не до того. Может быть, стоит начать что-то врубать или фильмецы? Хотя у меня подписка на ОК кончается. То есть я не успею досмотреть. Но можно же, сука, скачивать. Ну что, немножко облился хозировкой. Ну и шо? Ну мне заебума. Усы не жалко, а то Лиз подумает, что пол залил. Не, усы. Усы немножко попало. Ха, это в десять раз медленнее, чем я. Зато в десять раз больше удовольствия. Смотрите, смотрите! Не могу поверить своим глазам. А, и приглашение на полуденный чай. Подарочный сертификат на двоих, да еще и в Дарсию. Как тебе это удалось? Повезло, просто повезло. Удивительно, что такой известный мистер сдает подарочные сертификаты. Ага, они сказали, что это вроде как эксперимент. С кем планируешь идти на она? Не знаю, пока мне точно нужен кто-то, кто умеет веселиться. Мне кажется, я знаю одного подходящего кандидата. Возможно, он даже находится в этой комнате. Слушай, мне кажется, они намекают на меня. При этом смотрят они тоже на меня. Буду иметь это в виду. О, ля манул, манул по центру. Ля жир. Ля жирный манул. Ну, это еще не все. Смотрите, что у меня есть. Очень милый котик. Но есть еще более милые. Ха, да что вы знаете о милых котиках? На столе, оказывается, три телефона с изображением котов на экранах. Харлы, голосуем. Чей котик топовый? Я голосую за центристского манула, ребят. Центральный манул. Манул is the best. I love манул. Один манул, два манула, три манула, четыре манула, пять мануллов, шесть мануллов. One манул, two манул, three манул. Видели же вот эти видосы, типа, считая манулов до миллиона или до тысячи, я не помню. Короче, есть видосы такие, миллион просмотров собрали. Тоже думаю, может начать манулу считать. По-моему, все коты одинаковые. Эээ, я не понял, ты выебываешься? Ну, вы же, дающие взгляды девушек намекают, что все не так просто. Очень, кстати, много со стороны рассказчика идет контента. А хочется как-то, как в обычных новеллах, как вот в доке и в лете, мне пока что хочется как-то больше от лица главного героя, а то сейчас все получается как-то обезличено. То есть мы как бы, тут получается есть главный герой, мужик, как я понимаю, четыре девки и еще есть автор. То есть автор, он еще один, как бы одно действующее лицо. Ну, как действующее, то есть он наблюдатель. Мне больше нравится, как герой-наблюдатель. Как-то интереснее, как-то больше вливаешься. Потому что сейчас вообще непонятно, что за главный герой и зачем он тут нужен. И с девками, вроде как, и без него хорошо, и они вообще игнорируют его присутствие. Нам необходим третейский судья Дурак, выдвигаю тебя на эту роль Поддерживаю Утверждаю Ну и какой котик самый-самый Проблема в том, что я уже не помню, где чей телефон Ответить, что все хороши О, придумал Девушки, сейчас я покажу вам еще одну картинку Я выкладываю на стол свой телефон У меня самый лучший кот, правда же? Да уж, дурак Предлагаю тебя разжаловать Поддерживаю Утверждаю Вот и стараюсь потом никого не обидеть Это типа такой пример Когда уже будут выборы? Я думаю, это будет первый выбор, который определит ход игры Куроку все готовы? Не особенно, если честно, я совсем еще не проснулась Я знаю один приемчик Закрой глаза Ага, вот так Закрой глаза, умер от туберкулеза Теперь сконцентрируйтесь Вы чувствуете себя отлично Свежими, отдохнувшими Хотите секса Готовыми к новому дню Да и самое главное Отныне вы поклоняетесь Нане Отлично помогает, правда? Господи, я чуть не отключилась Прямо здесь, Нана До начала урока Еще пару минут И я решаю поболтать с одной из душек Поговорить с Наной, Симой и Смата Не, я хочу с Симой поговорить Как дела? Сима топ Хорошо, СПС чел Она молча смотрит на меня своими огромными глазами А потом улыбается Мне кажется, Ерил пих на меня Это самая трудная часть разговора, правда? Вроде бы есть что сказать, а вроде нет Согласен, кстати Песажи какие-то слишком философские Как понять, что игра сделана в России? Песажи слишком умные Скажу честно Я сама от этого страдаю Наверное, могла бы рассказать, что мне снилось Но я почти не вижу снов Такую возможность нельзя упускать Я рассказываю с ними про мое сновидение Ой, как интересно А мы прямо в светящихся арках стояли? Да, вокруг вас все мерцало Прямо как у Боттичери, Леонардо Давиджи Видео у них на картинах подобное Если нет, обязательно посмотри Просто завораживать Слушай, я не понял Это какой-то... Это школа каких-то Евгения? Что за пиздец? Это школа Евгения Понасенкова? Представляешь, если бы твой сон был правдой Эти четыре дня получили бы удивительный... Получились бы удивительно интересными Жаль не судьба Такие волшебные четыре дня Вряд ли бы пришлось сидеть на уроках Но ты здесь Хотя я очень люблю учиться Так что как знать, как знать Нет, все-таки не может твой сон быть реальным Почему ты так считаешь? А ты сам подумай Разве можешь на что-то понять Или изменить за четыре дня? Нонсенс Кстати, можешь легко проверить Спишь ты или нет Ну и как? Вроде бы ты во сне И не должен понимать, что это сон Причем тут это Все гораздо проще Оп Так, она меня сейчас типа ущипнет Сима щиплет меня за аркан Ну конечно, слушай, это не работает Ай, я себя щипал во сне, фигня Ну видишь, ты себя отлично чувствуешь С добрым утром Нет, не убедил Я тебя тоже должен ущипнуть Боюсь, мы не настолько хорошо знакомы Ладно, сейчас же звонок будет Постой, я это типа учительница? Учительница Сидите, сидите Формирование тесной связи С преподавателем для создания доверительной атмосферы Это считалось одним из преимуществ Нашего пребывания здесь Может поэтому Тейл учит нас сразу всем предметом Кроме физкультуры Да, вот так здесь все устроено Постой, как она может учить их всем предметом Если она типа, ну, в принципе То есть, если мы в старших классах Не знаю, как это у нее получается Но знания самого ценного игрока Ей точно обеспечены Туберкулез Так, друзья, давайте начнем урок литературы Я надеюсь, вы помните Никаких поэм Ох, я уже совсем забыла Отметить, кого нет сегодня Одного опоздавшего я точно знаю Ля, шкильник, Вадим Простите за опоздание Можно войти? Вы посмотрите, кто к нам пришел Уж не самый липунктуальный учитель в классе А Эрми? Эрми, это типа как Эрми, Гурт, Йогурт Позвольте узнать Чем вызвано ваше опоздание на этот раз? Это же всего лишь третий раз на этой неделе Ну, дело в том Дай угадай, опять проспал Ну, как бы Расписание перепутал У нас в разные дни уроки В разное время Я напутал Я по этой причине опоздал один раз И меня очень сильно Как бы Учитель отч... Отч... Читал И... Мне нечего было сказать Своё оправдание Что я напутал Ну, он не поверил, конечно Что я напутал Он подумал, что я прогулял И было неприятно Меня спрашивали, что это... Почему я на английский не пришел Хотя, нет, меня-то они спрашивали Мои одноклассники им было пихой Это потому, что я всю ночь делал уроки Как говорится, истина где-то рядом Ладно, садись Но это последний раз Ясно Эрмигурт говнюк Так, друзья Думаю, нет смысла спрашивать Любите ли вы читать Это опять литературный клуб Вы все достаточно умны Чтобы ценить возможность Одолжить чужой мозг Ведь верно, ведь правильно? А почему класс такой маленький? Ну, то есть, типа, их очень мало Так Ладно, может, все-таки Стоит задать этот вопрос Вы любите читать? Напоминаю, что руку поднимать не надо Просто говорите, что думаете Мы здесь все друзья, помните? Ясно Мы все другальки, понимаете? Другальки-другалечки Я очень люблю читать Я тоже отвечу Я люблю... Не, я не люблю читать Я не люблю читать Чтение Не нужно Некоторые книги слишком старые А старье никому не нужно А как насчет старых друзей, Нана? Я не такая старая Чтобы они у меня были А сюжет всегда такой предсказуемый Например, речь идет об убийстве Да, угадай, убийца дворецкий Брось, всегда можно найти такую книжку Которая будет не похожа на другие Конечно, одна на миллион 90% чего угодно, ерунда Это закон старт Джона Ладно, если серьезно У людей хватает забот повседневной жизни Мне уже ничего плохого в том, чтобы почитать простую Зато интересную книжку Люблю чтение Но я бы хотел, чтобы оно было более... Визуально Ага, для того, чтобы привлечь внимание Простым текстом Нужно потрудиться С помощью изображения Гораздо легче сделать Вот Так Это вот так Окей О, я понял Эй, не смотри на меня Да твою мать Мне весь мой монитор заняла Я кому говорю? Сука, она меня сейчас съест Что? Ах, да Теперь я в центре твоего внимания Это пиздео Тупо мой монитор был захвачен Какой-то инопланетной сущностью В виде гноми Да сразу видно, кто тут настоящий ценитель Визуального ряда Ах, ты гораздо взрослее, чем кажется Все так ведь, Нана? Да, и даже кофе пью без сахара Интересно, есть ли у тебя хоть какие-то любимые книжки? Есть еще как есть? Манга, конечно Она очень любит читать мангу в колодовке Сейчас как раз самое время узнать, Сима Думаю, вы должны были подготовить краткий рассказ о любимой книге И никаких пересказов прочитано Только интересные факты и мисли У нас хватит времени поговорить о двух книгах Вчера вы прислали мне название своих любимых книг Я выбрал три самые интересные, на мой взгляд, книги Выбрать было нелегко на все три истинные шедевры Дурак, почему тебе не помочь мне с выбором? Понятно, моя книга в этот список не попала Я помню, ты сказал, что не любишь читать и все же Думаю, сегодня ты изменишь свое отношение к чтению Ну, я хочу изменить свое отношение к своему уху Потому что у меня мозг потик от этой игры Вот список дурак, взгляни на него Ты, конечно же, читал все эти книги? Так, ну сейчас узнаем «Над пропастью воржи» роман Джеджа Селлинджера, впервые изданный в 1951 году. Нет, не считал. Главного героя зовут Холден Колдфилд. Ему 16 лет от роду. Холдена исключили из Шкива за плохую успеваемость, потому что был лохом. Бесчисленные приключения ожидают Холдена по пути домой. Он сталкивается с отчуждением, фальшью и другими так называемыми проблемами. Эта книга считается одной из лучших историй взросления. А, слушай, я как-то аудиокнигу слушал, и книга кончается ни на чем. Не знаю, мне не понравилось. Я не понял прикол этой книги. Ну, то есть, я не понял, почему она лучше. Просто какой-то набор событий. Там очень драматично описан момент, когда Холден брата теряет. Ну, такой очень, ну, как бы жестко описано. Как будто автор, типа, сам знает как это и страдал из-за этого. Очень сильно, как бы, и от глюнов страдал. Ну, то есть, там есть моменты, которые очень хорошо прописаны. Но, в целом, я не считаю эту книгу гениальной. Преступление и наказание. Роман ФМ Достоевского, который опубликован в 1966 году. Он повествует о моральном выборе и душевных страданиях Родиона Раскольникова, бедного студента. В один прекрасный момент Родиона решается на убийство старухи-проценщицы, чтобы забрать ее деньги. Все идет не по плану. Родион страдает от своего отвратительного поступка. Винни Пух. Сборник коротких историй автора Алана Милна. Впервые опубликованный в 26-м году. Во, вот это книжка для меня. Книга рассказывает о приключениях мальчика по имени Кристофер Робин. Блин, я в детстве обожал Винни Пуха. Моя любимая книга. А также плюшевого медвежонка по имени Винни Пух и других персов. Ой, смей, тут Барсик. Ой, то есть Барни, смей, Кит. Кит Барни. Это простые, веселые, искренние истории, которые каждому напоминают о дружбе и детстве. Пожилое детство. Да, да, конечно. Дурак, пришло время выбирать. Так, мне эти книжки... Не, Винни Пуха я выберу. Почему бы нам не выбрать Винни Пуха? Ура, моя любимая книжка. Самая-самая лучшая. Ну? Что-то пошло не так. Интересно, а что, если бы я выбрал никакую книгу? Типа, была бы концовка Чистан-Одиночество? Походу, я буду топить за Лоли, ребят, сорян. Конечно, лучшая книжка для детей. Мелкоплаваешь, Марта. Ведь каждое предсочтение символизирует то или иное психическое расстройство. Другого я от тебя и не ожидала. Слушайте, они со мной вообще будут общаться? Как вы можете этого не видеть? Это чистая, голая правда. Просто обычно про неё никто не знает. На самом деле, это история про очень-очень одинокого пацана. Настолько одинокого, что все его друзья в рэперы. Придумать всякие вещи нормально для детей, но тот особый случай. Для начала все персы представляют из себя настроение Кристофера Робина. Шизофрения. Кролик, Винни-Пух, у них синдром навязчивых состояний. Иа, его мрачный взгляд на жизнь, говорит нам о хронической депрессии. Постоянное волнение пятачка говорит нам о тревожном расстройстве психики. Но, а тихре, понятное дело, синдром дефицита внимания. Тихра. Люблю книги с подтекстом и двойным дном. Я, кстати, кста одобряю, кста. Она всё правильно сказала, на самом-то деле. Нана, мне кажется, что ты через тюж всё усложняешь. Я поражаюсь, как ты могла подать историю о дружбе как мрачную тёмную сказку. Поймёшь, когда вырастешь. Вот как, Нана, с каким персонажем ты себя ассоциируешь? Нана, это тигр, однозначно. Кого это ты назвала тигрой? И вообще, кто бы говорил, госпожа кролик? Так, мне уже просто интересно, а Сима тогда кто? Хм, пятачок? Нет, это тоже ты. Может, я слишком скучно, чтобы быть похожим на одного из персонажей? А Кристофер Робин кто? Марта, про шицефрению шутить нехорошо. У него биполяр очка, у Кристофера Робина. А я как-то слышал, что она есть у каждого четвёртого челика. Ну, кстати, да, у меня тоже есть шиза. Я не про Сашу, Саша реально существует, он под столом живёт. Да, Саш, ты под столиком сидишь? Выходи, Саша. Да, Евген, я под столиком, но это новелла, я не буду выходить. Почему? Тебе новелла не нравится? Я выйду, когда будут пошлости. Ладно, я уверен, они будут, поэтому Саша выйдет, когда будут пошлости. Повезло, что у меня её нет. И у меня. И у меня тоже. Так, постой, а у меня есть здесь делать? Ой, они про меня задумались, да? Так, где вариант, я шизофреник? Чувачки, успокойтесь. Друзья, друзья, давайте-ка не переходить на личности. Только вам решать, что здесь видеть. Милых друзей или психические расстройства? Кстати, Нана, ты ни слова не сказал об авторе, Алла не милни. Время хранит шедевры, но часто забывают их авторов. Ладно, друзья, как насчет небольшого перерыва? Потому что мы уже все дружно заебались изучать литературу. Не хочу, чтобы вы его так сразу погружались во вторую книгу. Если честно, есть и ещё причина. Это только между нами, хорошо? Вчера я получила подарок от друга, и я не могу им не поделиться. Смотрите, это музыкальная шкатулочка. Такое ощущение, что её нашли в метро Эксодус. А, наверное, надо промотать. Так, преступление, наказание над пропастью варжи пусть будет. Почему бы нам не выбрать над пропастью варжи? Ух ты, отличный выбор. Эту книгу хвалят абсолютно не за то, чем она действительно примечательна. Говорят, что в книге отлично раскрыта тема подростковой злости и отчуждения. А знаете, кто говорит? Занудные взрослые, которые вообще не понимают эту книгу. Марта, ты уверен, что это твоя любимая книга? А ты посмотри мне в глаза. Кстати, задники очень классные, нарисованы вот классные эти задники. Вставки смотришь, эти глаза не врут. Ну, кстати, да. Я могу сопереживать почти каждой фразе, сказанной Холденом. Фальшь кругом, отчуждение, какая разница, когда тебе 16? Холден точно без разницы, как и мне. На самом деле, Холдена раздражают фальшивые взрослые. Те самые, которые пишут отзывы об этой книге. У них, например, Холден видит мир злым и недружелюбным. Ничего подобного. Это точка зрения взрослого человека. Автор книги взрослый человек, но поэтому он не слишком хорошо смог понять чувства Холдена. Люди часто этого не понимают. А книга замечательная. Самое странное, почему автор не понимает чувства Холдена, если он про эти чувства, сука, пишет. Мне кажется, что отзывы об этой книге должны писать только ровесеньки Холдена. Ну, кстати, возможно. Быть вз... Life is hard. Быть взрослым тяжело. Только представьте, вы просыпаетесь и понимаете, что вам уже за 30. А представьте, кто-то играет в эту игру ему за 30. Или смотрит это видео и понимает. И что, что тебе за 30? Блин, просто понимаете, если подумать, что, окей, тебе за 30. Но только у тебя еще полжизни впереди. Ну, то есть, даже больше, чем полжизни. Люди сейчас живут до 70, до 80, до 90, сука, лет. То есть, у тебя еще столько вот впереди жизни осталось. И понимаете, то есть, по сути, если подумать, сколько вот... Вот смотрите, вот вам исполнилось 18. То есть, свободным ты живешь именно с 18 как прям совсем свободен. Можешь идти куда хочешь, делать что хочешь. Ну, почти. Если учитывать, что еще в универе ты учишься, то есть, свободным ты стоишься вообще где-то годам 20 с чем-то. И вот только тогда у тебя жизнь начинается. Отчасти. То есть, если подумать, то первые 15 лет своей жизни ты не живешь, ты как-то существуешь в рамках своей семьи или еще где-то. Вот уже потом ты начинаешь как-то отделяться, выделяться, идти своей дорогой. Так что, я считаю, что, наоборот, вторая часть жизни, она более ценная, чем... Ну, не более ценная, она ничуть не менее хорошая, чем первая. Поэтому никак не понимал людей, которые такие, что, типа, все уже, типа, 30, не знаю. Моя жизнь только начинается. Вообще, вечно планирую жить, ребят. Ну, это обидно, если умру раньше, конечно. Хочу жить вечно. Не риал пих, хочу жить вечно, хочу стать вампиром. Понимаете, если бы мне сказали, что, типа, Евген, вот ты можешь, конечно, жить вечно, но придется стать вампиром, кровососом, я бы, наверное... Я бы, наверное, согласился. Я бы, наверное, сказал, ну, а ну давай, ну че. А что? Ну, как бы, все равно сдохну когда-нибудь. Но вампиром хоть проживу, может, лишнюю сотенку лет. А там потом посмотрим. Только представьте, вы просыпаетесь и понимаете, что вам уже за 30. Мы можем вернуться к обсуждению книги? Слушай, есть, что ли, 30? Так, все-таки, Марта, считает ли Холден других людей глупыми? Не только Холден. Ну, ну, в целом, да, кстати, его отлично, я могу отлично его понять. Вы когда-нибудь прислушаетесь к случайному разговору на улице? Если нет, попробуйте, уверяю вас, не услышите ничего, кроме пустой болтовни. Кстати, ну, частенько, да. Хотя нет, часто я слышу что-то осмысленное. Да что говорить, люди не пытаются слушать друг друга. Они просто ноют по очереди. Соглясна. Но ведь Холден сам только делает, что ноет, разве не так? Слушай, очень интересное обсуждение книг. Давайте подведем итог. Я думаю, каждый из нас в какой-то момент становится Холденом. Однако, вряд ли стоит оставаться им навеки. Холден говорил, что иногда сам не понимает смысла своих слов, но смысл там есть. Вот и вы ищите свой смысл в этой книге, она многослойна, как тортик. Ладно, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. А какая у вас любимая книга? Басту, а то есть третью книгу мы разбирать не будем? Моя любимая книга, говоришь? Пожалуй, маленький принц Антуан и Де Сент-Эк-Дзюпери. Мне ее мама читала, ко мне было лет 7 или 8, я ее вообще не помню. Эй, вы совсем забыли обо мне? Давайте я вам расскажу о своей любимой книжке. Это, что говорил Заратусто. Книгу написал Ницше. Умнейшая вещь. Молодец, даже название умудрился переврать. Ам, да и что мне такого умного? Вообще-то, считается одной из самых глубоких книг на свете. И кто так считает, позволит спросить? Так говорят в интернете. Короче, животные, природа, все в этом мире типа связаны. Чтобы развиваться, мы должны думать о сложных вещах. Ну и все такое. Эрми, ты ведь ни капельки не понял из прочитанного. Тогда расскажи мне, о чем эта книга? Нам всем нужно стать сверхлюдьми, чтобы как следует повеселиться. Ха. Настолько глубоко и обобщено, что весьма точно вышло. Слушай, то есть, Эрми, понимаешь, что ты, наверное, когда пытаешься вписаться в компанию, но, типа, у тебя, ну, тебя, ну, ты вообще не интересен. Лучше не пытайся, Эрми, у тебя не получается. В школе после звонка из класса выходит ты, и какое-то время задумчиво стоит возле двери. Спасибо за урок. О, дурак, пожалуйста, пожалуйста, рады, что тебе понравилось. А, вам не нравится нас учить? Не вам нравится, а тебе нравится. У нас же все тут прогрессивные. Вы благодарные слушатели. У каждого есть свое мнение. Да, все отлично. А где вы, ну, ты раньше работала? О, где я только не работала, всего я не упомнить. Везде вела сразу все уроки? Нет, что ты, здесь такие правила, в порядке эксперимента. Меня выбрали, потому что вела то один, то другой предмет. Ты уже давно работаешь, да? Этот вопрос уже опасно, близок к сколько тебе лет, дурак. Ладно, скажи хоть откуда ты. Ну вот, ты не читал мой профиль. А ведь вам раздавали его в самом начале обучения. Стыно признаться, но часть лесков я где-то посел в первый же день. Я из Европы, из какой страны не скажу. Должна же быть женщине загадка. Мне пора обучить, скажу, до встречи. После уроков у нас занятия в школьных клубах. Куда я сейчас и направляюсь? Ясно, литературный клуб. Моника. Среди участников клуба Нана, Сима, Марта и я. Ну, конечно, а Эрмигород, видимо, пойдет домой бухать пиво. Из других классов мы никого брать не можем, так как это нарушит наш уникальный опыт. Мы как раз собрались вместе, как нам подошел Эрмигород. А что скажет Эрмигород? Ну, видимо, он будет обсасывать дам. Мы узнаем в следующей серии. Просто не хочу разотягивать, не хочу делать слишком длинную серию. Поэтому на этом все, ребят. Мы попробовали игру. Пишите, как она вам. Понравилась ли вам? Было ли интересно? Если вам понравится, я продолжу игру. Потому что я пока не понял. То есть, выглядит интересно, но я не разобрался еще, хороша ли эта игра, в чем ее прикол и что от нее ждать. Вот честно, пока ничего из этого я не уяснил. Так что, Орлы, всем привет. Ой, то есть, всем пока. И до скорой встречи. Моя любовь к орлам. Я что, не заслужил ни суперминета, ни трахова летом? Почему мне ни в чем не везет? Ты не один тут расстроился.